Привет-привет, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров, и мы находимся на нашем объекте квартира 100 квадратных метров в ЖК Гранд Хаус, который мы делали для наших заказчиков для сдачи в рент. Сегодня я вам дам полезные советы, как установить аксессуары, сантехнику и все необходимые приборы в ванных комнатах и санузлах. Итак, начнем с мебели для ванной. Вот такую мебель мы изготавливаем по индивидуальному эскизу в какой-нибудь столярной мастерской, кстати говоря, для тех, кто говорит, Ольга, у вас только все дорого, ничего подобного. Для вот того самого комментатора расскажу, что мы старались вписаться в бюджет, исходя из того, что эта квартира под сдачу в рент. Соответственно, мы заказывали вот эту мебель у российского производителя. Плюс в том, что производится в России, второй плюс в том, что мы можем сделать замеры, точнее не мы, а производитель после того, как все вот это сформируется, изготовить здесь размер в размер, вот прямо от стены до стены. Что касается раковины со столешницей, это тоже изготавливается в России из европейских, правда, материалов, потому что качество хорошее. И тоже это все замеряется и делается размер. Здесь мы можем регулировать ряд моментов, которые удобны для заказчика. В данном случае, ну, столешницу выбирали белую, потому что у нас это соответствует дизайн проекту, а так может быть под камень и прочее. Раковина может быть как квадратная, так и овальная и прочее. Глубина раковины. Чаще всего у европейских производителей раковина где-то глубиной 11 сантиметров, там 10-11, ну, как-то не больше 12. И здесь заказчица хотела 12 сантиметров. Мы все рассчитывали при производстве, смотрели, чтобы сюда помещался еще сифон. Сифон вот еще не присоединили, я его вам покажу. Значит, надо, если он заказан сразу, то надо смотреть, какой размер у заказанного смесителя. И при производстве мебели обязательно учесть, что, как будет выдвигаться, чтобы не задевало за сифон. Для сифона здесь есть некое, как бы, отверстие. Глубина раковины должна быть такой, чтобы сифон можно было установить, который не задевает за шкафчик или еще за что-то. И донный клапан. Размеры донного клапана обычно даются производителям, это все было рассчитано, учитано. И при производстве вот этой композиции здесь у нас в России на заказ, заказчик, безусловно, экономит свои ресурсы финансовые, а мне не удается сэкономить свое время. Для того, чтобы заказчику было хорошо, мы тратим больше времени, но делаем так, как нравится ему, и экономим его деньги. Поэтому мы вот к этому очень трепетно относимся. Раковина, если говорить о том, что это материал искусственный, и у некоторых появляются страхи. А что же может быть с этим материалом там? А если я сюда пролью крем? Ничего, в общем, проблем никаких не будет, все это чистится. Далее, вот эта раковина со столешницей хороша тем, что в процессе эксплуатации, если у вас появляются царапины, вы потом можете производителя вызвать, и он отшлифует, и все будет новенькое, как в первый раз. Материал для вот этой мебели мы использовали ламинат, да, то есть вы видите на видео, что это дерево. Нам по дизайну требовалось дерево, можно было сделать из натурального шпона, но поскольку эта квартира для сдачи вред, то решили сделать это из ламината, чтобы точно было безопасно. Дизайн, естественно, там мы продумывали, и что еще позволяет сэкономить бюджет? Это фасад без ручки, но он как бы прямой из ламината, то есть делается вот это вот расстояние, все это выдвигается, задвигается, это тоже самый экономичный вариант. Это к тому, как сэкономить бюджет, не навредив дизайну, то есть все это то же самое, можно сделать дороже, но сейчас не стоит ни у кого задача, как сделать дороже. Все думают, как сделать красиво и дешевле. Мы это знаем, мы это всегда посоветуем, и всегда, если у нас оказывается авторское сопровождение, то мы это все предусмотрим. Здесь используется черный, обратите внимание, донный клапан, черный смеситель, зеркало в черной раме, черный светильник и черные аксессуары и розетки. Про розетки и выключатели я рассказывала на одном из видео в рубрике «От ремонта до новоселья», все это снималось на этом объекте, это хороший европейский производитель. Обратите внимание, здесь есть еще вот, например, вот такая защитная крышка, можно заказывать защитной крышкой во влажное помещение, хотя, если вот, например, вы там постоянно постоянку пользуетесь, там у вас, вы втыкаете уже сразу, у вас, например, не знаю, зубная щетка подключена сразу, то, в принципе, можно и без этой крышечки. По стоимости не могу сказать, наверное, это чуть-чуть подороже с крышечкой, но в данном случае вот хотелось так. В другом санузле, кстати говоря, сделано иначе. На что надо обратить внимание? Например, как повесить зеркало? Если вы знаете прекрасно, что иногда бывает, например, что высота у хозяйки дома и у хозяина разная. У меня были такие клиенты, у нее рост метр пятьдесят, а у него метр девяносто. Соответственно, при выборе зеркала обязательно обратите на это внимание, потому что, если вы закажете модное такое зеркало, например, горизонтальное, вы будете думать, куда повесить повыше, пониже, потому что, если повесить низко, значит, мужчина не будет видеть себя в зеркало. Если повесить повыше, то, значит, женщина не будет видеть. Поэтому же сразу при заказе, при создании дизайна продумайте, что при таких данных необходимо заказать зеркало вертикальное. Поскольку здесь неизвестный впоследствии проживающий человек или семья, то мы, безусловно, сразу предусмотрели зеркало вертикальное, чтобы всем было комфортно, тем, кто будет арендовать это жилье. Как повесить зеркало? В нашем варианте мы рекомендуем вешать зеркало по оси смесителя. Потому что, видите, вот здесь разные расстояния, потому что установка этого светильника, она могла быть левее, правее и так далее, мы не завязывались на том, чтобы светильник был, ну, как-то там по центру по этой оси или еще что-то, это было бы скучно. Он установлен на неком расстоянии, чтобы хорошо там освещать те предметы, которые здесь находятся. Но обязательно сделайте развеску такого симметричного зеркала по оси смесителя. Следующий момент, на который имеет смысл обратить внимание. Надо, чтобы было удобно пользоваться смесителем и здесь некое расстояние отступить. Какое, я не скажу точно. В данном случае, например, 8 сантиметров. Рекомендую вам вешать зеркало после того, как у вас будет установлена мебель для ванны, раковина, столешница и смеситель. Это самый оптимальный вариант. У нас был усложненный вариант. Строители захотели повесить зеркало до установки раковины. Для меня это не составляет труда. Я беру чертежи, я смотрю, что у нас столешница заказана 24 мм. Это сейчас очень модный вариант. Иногда они бывают 40 мм. То есть я смотрю, где будет заканчиваться, скажем, раковина и столешница. Дальше мы смотрим по техничке, даже если нет на объекте еще смесителя, размеры смесителя. И отмечаем для себя, какая отметка будет верха. Чтобы вот это зеркало, если оно уже висит, чтобы оно не висело прямо на вот этом управлении. Видите, тут ручка управления. Дальше мы отступаем ровно столько, сколько мы с заказчицей, ну скажем, я рекомендую всегда в обязательном порядке находиться на объекте заказчику. Потому что если я буду вешать все аксессуары только как удобно мне, это может быть неудобно заказчику. Поэтому я даю рекомендации всегда заказчику и строителю, как это сделать наилучшим образом, но ориентируясь всегда на привычки хозяина квартиры. В данном случае мы там, значит, с заказчицей сами продумывали какой-то там образ предполагаемого арендатора. Вот, соответственно, повесили таким образом. Здесь обратите внимание крючки. В этой части располагается унитаз. В рамках данного проекта мы унитаз разместили по оси вот этого простенка. И полотенцесушитель разместили тоже по оси простенка. Предусмотрели, чтобы высота была достаточно удобной, если я по своему росту очень часто ориентируюсь. У меня такой, знаете, рост Венеры Миловской практически, да, у нее 165, у меня 162. Соответственно, надо, если что, ну, например, то есть я могу достать до одной из планок полотенцесушителя. Здесь может кто-то там, допустим, повыше мужчина. То есть вот таким образом меряю на уровне протянутой руки. Например, это касается крючков. Чтобы я спокойно могла снять халатик. Мы это согласовываем. Если какие-то другие данные, исходные по тем, кто будет проживать в этой квартире, то мы рассматриваем другой вариант. Закончу про полотенцесушитель, потом перейдем на крючки. Обратите внимание, полотенцесушитель электроэлектрический. Я всегда советую нашим заказчикам использовать электрический полотенцесушитель. Несмотря на то, что он обычно в одной и той же коллекции у одного и того же производителя, обычно чуть-чуть подороже. Почему я это советую? Первое. Самое главное – это возможность монтажа в любой точке ванной комнаты. Потому что если будет полотенцесушитель, который как бы водяной, то может получиться так, что, например, там вода на той стене. И чтобы сюда подключение сделать, придется сделать утолщение многих стен, чтобы по периметру провести. Что уменьшит объем помещения, изменит его габариты. И зачастую на стадии проектирования это невозможно предусмотреть, пока строители не выйдут на объект. А потом могут быть какие-то, знаете, неприятности. Я стараюсь уже на стадии проектирования избежать этих неприятностей и рекомендую электрический полотенцесушитель. Мы его вешаем туда, куда угодно. Второй плюс электрического полотенцесушителя заключается в том, что, например, в летнее время может быть жарко в квартире. И вам не нужно, чтобы он грел. Вы его можете выключить. А вот полотенцесушитель, который на воде, и эта подводка специально для полотенцесушителя, в летнее время точно так же он греет. Ну так запрограммирован, чтобы он все время грел. Если же полотенцесушитель на отоплении, то тут другой момент возникает. В летнее время просто отопление отключают, и у вас полотенцесушитель все время будет холодный. И только при наличии электрического полотенцесушителя вы можете захотели включили, захотели выключили. То есть масса преимуществ. Первое, с технологической, инженерной точки зрения. И второе, остальные преимущества с точки зрения эксплуатации. Поэтому рекомендую, без вопросов. По цвету мы выбрали именно так, как вот здесь предусмотрено. Мы захотели черные вот эти вот все аксессуары, полотенцесушитель, чтобы это все было в одной коллекции. Некоторые говорят сейчас уже, что это как бы типа там заезжено, не заезжено. Ну, вы знаете, черное платье Шанель, наверное, тоже уже заезжено, но до сих пор элегантно. По дизайну это было хорошо, и я считаю, что это вполне можно использовать. Если к вопросу, остаются пятна или нет, кто-то говорит. Ну вот по мне так вроде не остаются, да, то есть хром надо чаще чистить. Что касается клавиш смыва. На самом деле, по визуализации у нас был вариант, что все черное. Здесь хром полотенцесушитель и хром клавиша смыва. Потому что раньше зачастую в коллекциях были варианты вот этих крашеных, черных, дороже, чем хром. Поэтому мы так на всякий случай заложили. Но при покупке мы нашли при выборе вариант более экономичный в черном цвете, исполненный. И мы его заказали. Клавишу, естественно, мы тоже черную заказали. Я проверила по спецификации, она должна быть черная. Нам прислали хром. И ее, естественно, заменят без проблем. А почему я как бы хром первоначально мы предусматривали? Хром он как бы растворяет. Он отражает все, что вокруг. Вот, например, я стою тут в черном. И вот клавиш смотрится черной. Я отойду, она смотрится белой. То есть вы можете хром тоже использовать. Но на хроме больше пятен остается, на мой взгляд. Может быть у кого-то из вас другой есть опыт. Поделитесь им в комментариях. И я не утверждаю, что черные лучше, чем хром или что-то из золота. У каждого есть свои предпочтения. В рамках этого дизайна я считала, что это оптимальный вариант. Нашей заказчице это понравилось, поэтому мы так использовали. Дальше. Рядом с клавишей смыва находится гигиенический душ. Вы знаете, что иногда бывают не гигиенические души, а вот так же выглядят гидро-ершики. Если вам они не нужны, то заказывайте. Но там холодная вода, сильная струя и использовать как гигиенический душ невозможно. Поэтому чаще всего у нас в целях экономии заказывают исключительно гигиенический душ. Им тоже можно сделать смыв или налить воды в ведро. А ершик заказывают обычный. К ершику потом перейдем. В чем прелесть этого смесителя гигиенического душа? В том, что некоторые производители производят уникальные варианты гигдуша, при котором можно избежать протечки воды старого образца гигдуша. И они тоже сейчас продаются. Там берешь гигдуш и нажимаешь, и вода льется. А здесь это не так. Здесь для того, чтобы вода полилась, его необходимо повернуть. Видите? Чтобы поставить, надо опять повернуть. И вот эта штука, клавиши все перекрывает. Это крайне удобно и дает возможность избежать всех неожиданностей протечек. Потому что когда только за счет этого, и люди забывают там закрывать, были протечки, были такие случаи. Поэтому я рекомендую именно такие гигиенические души. Размещение в среднем я обычно рекомендую 70 см. от пола. Слева или справа мы обсуждаем с заказчиком. Кто-то левша, кто-то правша. Кто-то... Ну, в общем, там тоже разные способы использования. Сзади, спереди и прочее. То есть для кого-то это справа, для кого-то это слева. Когда мне заказчик говорит, поставьте это справа. Я всегда обычно показываю рисунок и говорю, покажите справа где. Справа, если вы лицом, или справа, если вы спиной. Если правша и левша разные люди в семье, то выбирается какой-то оптимальный вариант. Например, здесь два санузла. Здесь у нас в этой части, если я стою лицом к унитазу, слева находится гигдуш. А в другом санузле справа. То есть под разные, скажем так, удобства предусмотрено. Высота 70 сантиметров. Дальше установка. Мы смотрим, как лучше установить. Можно пасти вот этого расстояния. Можно ближе куда-то, да, допустим. В данном случае вот было решено поставить вот эти два аксессуара по шву плитки поближе к унитазу. Вполне, мне кажется, удобно. Но вот эти моменты мы согласовываем с заказчиками, потому что он спрашивает, а где лучше установить? Я говорю, ну вот, смотрите, вот так, да. Поскольку вот эти все выводы делаются на этапе еще, на самом первом этапе, когда сантехника и электрика проводятся, то это мы согласовали на первом этапе. А вот уже ёршик разместили это в конце ремонта, когда все уже чистенько было. И разместили, чтобы это было симметрично относительно оси или относительно края унитаза. Это расстояние равно этому. Не очень низко к полу, чтобы можно было там тряпочкой провести. И, в общем, удобно, на мой взгляд, этим всем пользоваться. Мне кажется, классная штука. Что касается крючков. Это крючки для халатов. Вот этот ёршик расположен чуть-чуть ближе к унитазу еще и по той простой причине, что когда повесят халаты, халатик повесили, и он не висит на вот этом ёршике, да, потому что халатик висит, ёршик берем, что-то там пачкается. Зачем? Мы стараемся делать все аккуратно. Что касается вот этой части. Значит, где устанавливать держатель для туалетной бумаги? Вот это вот вообще очень такой сложный момент. Объясню, почему. Я вот сейчас даже присяду для вас. Унитаз. Безусловно, удобно слева или справа вот так, а не за спиной. Но в некоторых случаях это невозможно, поэтому вы увидите на других моих объектах где-то это на какой-то стене за спиной. Второй момент. И, естественно, это тоже удобно, когда чуть-чуть поближе, вот как здесь, а не вот там, даже если на стене на боковой. Дальше. Здесь вы видите, вот установлено вот это вот, как сказать, вот крепление, и вот этот рычажок, на который вешается туалетная бумага, в эту сторону повернут. Так захотела заказчица. Она спрашивала, как я рекомендую. В моем варианте, в моего сценария жизни я бы сделала наоборот, потому что вот так вот дергаешь туалетную бумажку, и вот так вот это вот сваливается. Она сказала, мне не вопрос, я хочу, чтобы было так. Так, ничего не свалится, а если свалится, то, в общем, не проблема наклониться, поднять, в общем, лишняя тренировка. Поэтому, когда вы устанавливаете вот держатель для туалетной бумаги, обязательно посмотрите, как вам будет удобней. Но, если этот держатель для туалетной бумаги можно установить как в одну сторону, так и в другую, то есть варианты вот этих держателей для туалетной бумаги, который можно установить любом случае только в одну сторону там надпись какая-то существует еще какие-то моменты поэтому уже при выборе при покупке обратите на это внимание и задумайтесь об этом потому что может быть в каком-то случае это будет сделать невозможно я ну поменять потому что я делала у себя ремонт в квартире 12 лет назад и не озадачилась вот этим вопросом верю поверьте поэтому я как пользователь могу сказать что неудобно меняет туалетная бумага вот сейчас такие интимы вам рассказываю а постоянно слетает по-другому повернуть невозможно потому что там потому что невозможно ну скажем дизайн этого держатель туалетной бумаги не предусматривает такую возможность крючки для полотенца чтобы вытирать руки где повесить со стороны зеркала мы решили не вешать потому что там полотенце длина полотенца там может перекрыть выключатель это будет неудобно и чтобы все время там не задумывались какие полотенца покупать мы решили освободить наших заказчиков от этой проблемы и предложили повесить в этой части но когда вы вешаете например с этой стороны и у вас рядом находится то есть вот здесь над над столешнице она не захотела повесить захотела повесить в этой части почему потому что может быть полотенцесушителя сняли полотенце повесили здесь сухое полотенце чтобы потом принять душ второй крючочек можно использовать для вытирания рук но когда вы это вешаете обязательно обратите внимание чтобы вы не задевали лишний раз на висящее полотенце или то есть мы обсуждали с клиенткой какой длины будут полотенца ну вот она вот прикинула что вот такой что касается душевой по своему сценарию жизни я при выборе душевой створки предположила что самый удобный на мой взгляд вариант открывания вот такой мы открываем внутрь сюда я прохожу как видите даже при своих достаточно эффектных габаритах я легко помещаюсь легко свободно закрываю дверку и могу принимать душ но сейчас я принимать душ не буду я решила лишить вас этого удовольствия вот а расскажу дальше про душевую дверку смотрите вот так вот можно вот бросить вверх вау вдруг она как-то там разобьется нет предусмотрен предусмотрено производителем здесь резиновая прокладочка то есть здесь ручка это есть резиновая прокладочка даже если мы небрежно бросим но специально то я не буду специально можно все что хочешь разбить вот но она как бы не разобьется не стучит не гремит очень крайне удобно в этой же части вы видите душевой да вот есть стационарная еще как бы часть дальше стационарную часть надо вот мы например когда заказывали то есть есть у них такие стандартные вот эти вот крепежи что это чтобы эта стационарная часть держалась но у нас же видите вот этот вот выступ соответственно эта часть должна была быть по длине и поэтому при заказе с опытным менеджером по поставке сантехнического оборудования мы сразу заказали вот эту часть по длине и проблем не было все установилась сразу дальше здесь установлен душевой комплект а высота душевой вот этой вот не за душевой лейки рекомендация по установке где-то 2 100 но обратите внимание какого роста ваш заказчик если вы дизайнер вот у меня сейчас другой объект а мы делаем выше вот эту душевой лейку потому что мальчик сыночек у нашей заказчицы ростом метр девяносто восемь поэтому этот вариант рассчитан про метр восемьдесят два метр восемьдесят пять если кто-то выше то лучше конечно установить выше и когда метр девяносто восемь я расскажу вам на другом объекте соответственно вот эту часть устанавливают обычно метр или метр сто тысячи или тысяча сто миллиметров также здесь есть управление термостат рекомендую вот эти вот модели покупать термостатом чтобы никто не обжегся но это ну как бы тоже не везде можно там где газовая колонка не рекомендуется там это все равно не будет работать поэтому даже не тратить зря сразу слушайте кучу вам всяких советов даю записывайте садитесь вот безусловно есть еще душевая лейка да если вы не хотите очищить голову или каким-то другим образом моетесь она устанавливается вот в этот вот крепеж все немецкий производитель кстати говоря можно не пользоваться вообще верхней лейкой можно вот эту тоже устанавливать на разную высоту регулировать редактировать и его например ребенку не такой вариант если сюда ребенок пошел мыться можно вот таким образом сделать дополнительный какой-то вариант вот да там ребенок здесь разного роста там метр метр десять вот замечательно встанет подушкам помоется вот таким образом поэтому мне кажется все здорово продумано но сейчас расскажу еще вариант вот смотрите вот это душевая створка она открывается как внутрь по моему сценарию так и наружу я об этом знала естественно это все как бы предусмотрела можно использовать и наружу открывание не вопрос да ну мне кажется просто менее удобно но обязательно обратите внимание чтобы дверка когда открывалась не задевала за унитаз причем у меня тут не миллиметрики пойманы обратите внимание сантиметров 20 вот поэтому даже если кто-то вдруг не по моему сценарию будет принимать душ и пользоваться этой дверкой то никаких проблем не возникнет и это второе влажное помещение мы только что с вами посмотрели санузел с душевой а сейчас мы находимся в ванной комнате здесь на самом деле достаточно коротко все покажу потому что все те же самые принципы здесь мы используем белый полотеносушитель обратите внимание подключение этот он тоже электрический и то что я не рассказала в том санузле нигде не видите розеток с точки зрения эстетики я рекомендую подключать без розеток но если вы смотрели мои старые видео у меня есть например золотой полотеносушитель с розеткой кто-то сказал как это некрасиво согласна дело в том что некоторые производители рекомендуют исключительно использовать розетки и другое подключение они не дают гарантии там заказчица не хотела рисковать и мы оставили розетки эстетика потерялась но она полностью зато для себя решила что она полной безопасности потому что вот это подключение если оно не рекомендовано производителем то уже на свой страх и риск поэтому здесь это все эстетично и это было возможно здесь находятся крючки для халатиков здесь вот решили два например крючка поставить количество аксессуаров оговаривается клиентам и возможностями их расположения рекомендую высоту также вот на высоте вытянутой руки мерить вот кто для кого это как бы как это будет удобно просто если это детский санузик то точно так не надо надо вешать где-то здесь если маленький ребенок а не мальчик 9 метр девяносто восемь а вот здесь для рук также мы решили повесить по оси розетки то есть можно было выше можно было ниже решили так ну как бы сделать и здесь вот эти вот выдвигаются ну в общем ничего принципе заказчиков не смутило на визуализацию нас асимметричная раковина поэтому у нас асимметрично представленный светильник но заказчица потом сказала я хочу нашла дешевле вариант готовый и спросила можно ли его заказать я посмотрел по дизайну подходит я имею ввиду по цветовой гамме подходит вот с этой вот урбанистической решеточкой а почему нет только это как уже симметричный вариант пусть будет раковина асимметрично с тумбой относительно вот этого простенка а один светильник мы оставим оставим хоть какую-то асимметричность зеркало расположен также по оси смесителя тоже на некоторой высоте от него в принципе те же принципы используются что и в предыдущем сантехническом помещении в этой части обратите внимание уже установлена клавиша смыва черная вот так у нас должно быть и и там такой же гигиенический душ со всеми теми прелестями которые были в том санузле также установлен для туалетной бумаги и еще обратите внимание здесь есть крючочки для чего для использования гигиенического душа и вот это вот этой функции беды в той части не было такой необходимости ну опять же мы идем да про экономию там как бы рядом другой крючочек там можно было повесить вот окна на расстоянии вытянут руки здесь все крючочки очень-очень далеко но нецелесообразно бегать поэтому здесь вот эти крючочки висят для туалетной бумаги ершик тоже собственно также висит все все те же принципы все советы можете использовать здесь ванна ванна устанавливается по оси простенка так нами было предусмотрено и вот здесь из-за того что здесь ну как сказать вот вот эта вся часть для коллекторов и так далее коллекторный узел и бойлер вот эта вот часть у нас выступает вместе с инсталляцией получилась некая ниша мы заказали стандартную ванну хорошего немецкого производителя и сделали там полочки то есть не надо же дополнительно какие-то аксессуары вешать здесь уже этих дополнительных аксессуаров нет тоже все шампуни мочалки все прочее можно здесь поставить при желании вы можете купить крючочки здесь уже решили как бы сэкономить и купили только душевую вот этот вот рейлинг и на нем устанавливается душевая лейка душевую ли при установке рейлинга обязательно обратите внимание чтобы он установлен был на такую высоту что когда мы поднимаем он бы имитировал вот ту систему которая была предыдущем варианте душевой когда лейка над головой 200 а вот этот излив чтобы воду налить в ванну в данном случае через смеситель хотя есть другие варианты посмотрите на других видео и в данном случае мы например вот эту штангу повесили не по оси простенка мы сделали чуть правее чтобы сам душ сама душевая лейка была по оси смесителя для того чтобы когда человек мылся вот в этот вот клапан вся эта вода уходила все прям симметрично также наверняка вы видели что чаще всего я использую своих проектах стеклянные душевые шторки мне они нравятся больше всего у меня такая есть я такой пользуюсь у меня вода никуда не были не выливается и как бы здесь я тоже считаю это возможным и заказчикам рекомендую хотя кто-то мне сказал из моих знакомых ольга как так не проливается вода вот у меня не проливаются напишите кстати у вас проливается или нет здесь хорошие петли при открывании чтобы вот эта резинка не перетиралась вот эти петли приподнимаются и это дает возможность чтобы вот эта резинка не не перетиралась и служила намного дольше соответственно таким образом можем открыть дальше мы можем полностью открыть и например я не знаю если ребенка моете это будет намного удобней к слову сказать еще есть здесь и другое открывание но тут важно чтобы вы были поосторожней и это избежать невозможно вот открывается еще и в эту часть поэтому обязательно все эти моменты как бы предусмотрите то есть по моему сценарию это должно открываться наружу ничего нам не мешает и вот таким образом закрывается поэтому друзья если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки и если было что-то непонятно задавайте вопросы я постараюсь на них ответить не забывайте про все моих соц сети а сегодня всем пока а а а Продолжение следует...